всем привет дорогие друзья меня зовут юля и очень рада видеть вас на моем канале приготовим сегодня ароматные домашние пряники с ягодной начинкой внутри но перед началом рецепта поставьте пожалуйста палец вверх под этим видео и подпишитесь на канал если вы еще не подписаны и теперь можем приступать для начала приготовим начинку для них для этого я беру 150 грамм любых ягод у меня тут смесь поэтому получится начинка лесная ягода я и перекладываю в чашу для взбивания и добавляю вне 60 грамм сахара с этим количеством у меня начинка получается немного с кислинкой и теперь ягоды нужно пробить блендером до однородной массы их можно еще перетереть через сито но меня косточки не смущают поэтому я переливаю сразу в кастрюлю и далее добавляем 7 грамм крахмала подойдет как кукурузный так и картофельный хорошенько перемешиваем чтобы не было комочков и убираем кастрюлю на средний огонь конфитюр нужно постоянно перемешивать чтобы он не пригорел но если вы например не захотите готовить такой конфитюр тогда можно взять любое густое повидло либо джем загустевает он очень быстро поэтому после закипания проварим его буквально одну минуту чтобы заварился крахмал и убираем кастрюлю с огня теперь начинку я переливаю в тарелку чтобы она быстрее остыла конфитюр еще достаточно жидкий но при остывании он станет гуще и также я накрою его пленкой чтобы он не подсох ну а теперь займемся тестом для этого нам нужно одну столовую ложку сахара из общего количества высыпать в кастрюлю и убрать ее на плиту огонь должен стоять ниже среднего и постоянно помешивая нужно довести сахар до самого темного цвета благодаря этой жонке у пряников получается красивый янтарный цвет теперь в нее по чуть-чуть выливаем 100 миллилитров горячей воды и аккуратно перемешиваем пока сахар не растворится тут надо довольно долго мешать но в итоге он растворится теперь высыпаем сюда весь оставшийся сахар пол чайной ложки корицы пол чайной ложки мускатного ореха и где-то одну четвертую чайной ложки молотого имбиря и перемешиваем их если что все ингредиенты вы как всегда сможете найти описании под этим видео далее снова убираем кастрюлю на средний огонь до растворения крупинок сахара затем переливаем ее в миску где будет удобно замешивать тесто и просеиваем сюда примерно 200 грамм муки из общего количества и хорошо перемешиваем до вот такой гладкой липкой консистенции теперь тесто нужно дать остыть если этого не сделать она возьмет в себя намного больше муки чем нужно затем в него выливаем 50 грамм растопленного сливочного масла и разбиваем к нему одно яйцо и теперь тщательно вмешиваем их я тесто оставила надолго поэтому она мне уже взялось комком но если вы подождете просто чтобы она остыла вам будет намного проще потом вмешать яйцо и масло в него теперь к муке высыпаем пол чайной ложки соды перемешиваем и просеем их частями в тесто и начинаем его замешивать также рабочую поверхность нужно хорошо присыпать мукой а то тесто будет к ней приставать когда его уже нужно вымешивать руками тут я вам очень советую одеть перчатки потому что она очень мягкая и сильно липнет к рукам а так с ним будет довольно комфортно работать только муку обязательно подсыпайте по необходимости потому что как я уже говорила тесто очень мягкое что хочется постоянно добавлять муки у меня например ушло ровно 470 грамм а у вас может уйти меньше или наоборот побольше тесто должно получиться очень мягким и она может совсем слегка будет липнуть к рукам затем я отмеряю кусочки теста чтобы они были весом 40 грамм затем кусок теста скатываем шар делаем углубление посередине а во внутрь кладем начинку а затем аккуратно склеиваем края и скатываем заготовки в шар перекладываем их на противень застеленный пергаментом если вы будете делать пряники без начинки тогда тесто нужно будет раскатать в пласт где-то толщиной 5-7 миллиметров и вырезать кружки выемкой с этого количества ингредиентов у меня получился 21 пряник и начинка у меня тоже ушла вся у меня на канале есть еще один рецепт пряников но они идут без начинки и они довольно сильно отличаются от этих поэтому если вам будет интересно я ссылку оставлю в подсказках и описании к этому видео теперь пряники отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут здесь важно не передержать их иначе они будут сильно сухие внутри у меня с некоторых пряников немного вытекла начинка но в принципе это не критично им нужно дать полностью остыть и затем будем покрывать их сахарной глазурью для этого берем 100 грамм сахара и высыпаем его в кастрюлю также выливаем сюда 50 миллилитров воды и убираем ее на средний огонь периодически помешивая нужно дождаться чтобы сироп закипел а после закипания уже поставить огонь минимальный и продолжить его варить еще около 5 минут проверить его на готовность можно по капле она не должна растекаться теперь в удобную посуду выливаем немного сиропа и размазываем его по ней тут нам нужно опять воспользоваться перчатками а то просто руками не получится нормально наносить его и кладем сюда несколько пряников затем на них выливаем немного сиропа и хорошо руками размазываем его а затем перекладываем их на противень застеленный пергаментом чтобы мы потом смогли легко отсоединить от него сиропа можете не жалеть он рассчитан как раз на эту порцию если что глазурь можно приготовить любую например сахарной пудрой лимонным соком либо сахарной пудрой яичным белком здесь уже выбирайте какая вам нравится больше я пока смазывала последние пряники первые уже начали подсыхать поэтому оставляем их полностью подсохнуть и будем пробовать смотрите какие они красивые и они очень легко отходят от пергамента на эти пряники я нанесла побольше глазури поэтому выглядят они немного по-другому но сами по себе пряники очень вкусные и ароматные тесто мягкое внутри и сладкое а начинка с кислинкой поэтому как раз отлично вписывается сюда такие домашние пряники готовятся совсем не трудно поэтому можно не покупать их магазине а готовить их дома тем более что получается они ничем не хуже кстати чуть не забыла вы можете кликнуть по картинке справа или слева и посмотреть мои другие видео с рецептами но я как всегда желаю вам приятного аппетита и всем пока